МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Травников даст распоряжение подготовить ряд поправок в региональное законодательство по итогам Госсовета, который состоялся накануне в Москве. Там обсуждали новые стандарты создания конкуренции в стране и благоприятного климата для государственно-частного партнерства. Многие такие проекты с успехом реализуют в Новосибирской области. Например, это консессионные соглашения по строительству объектов инфраструктуры. А чтобы не возникало почвы для финансовых махинаций, федеральное правительство сейчас готовит новый пакет антимонопольных законов. Поправки в них теперь будут вносить с интервалом в пять лет с учетом меняющихся условий. Очень приятно отметить, что Новосибирская область выглядит достойно в реализации планов по развитию региона, по оценке агентства стратегических инициатив, по итогам реализации стандарта, по развитию конкуренции. Новосибирская область по итогам 2016 года поднялась на 42 позиции с 55 до 13 места, что, сами понимаете, достаточно достойный результат. К другим темам. Новосибирск попал в семерку самых дорогих городов России, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. Общий уровень цен, хоть и снизился в текущем году, но остается выше среднего. В целом стоимость жизни в городах, выросла в 14 городах, снизилась в 10. 11 пунктов прибавил Санкт-Петербург. Это максимальный рост. Плюс 10 у Красноярска. Снижение стоимости жизни наблюдали в Барнауле, Перми и Воронеже. Самозанятых поставят на учет и освободят от налогов до 2020 года. Соответствующий законопроект правительство накануне внесло в Госдуму. От уплаты НДФЛ нянь, сиделок и репетиторов освободили до конца текущего года. Но теперь налоговые каникулы продлили. Именно на данный момент воспользовались немногие, чуть больше тысячи человек по всей стране. Вообще нет точной цифры, сколько всего в России фрилансеров. Минтруд считает, что 12 миллионов. Ростат насчитал вдвое больше – 25. По некоторым данным, и вовсе 40 миллионов. Правительство давно предлагает самозанятым самим легализовать свои взаимоотношения с государством. Для этого нужно встать на учет. Пока это сделали немногие, в течение прошлого года всего 936 человек. Чаще всего заявляют о себе репетиторы. Так, в Москве на учет встали 66 человек, в Крыму – 36, в Краснодаре – 27, в Татарстане – всего два десятка. Тем временем запрет на ввоз фруктов и орехов из Абхазии снимут 10 апреля. Соответствующее решение приняли в Министерстве сельского хозяйства. Но поставки будут детально контролировать Россельхознадзор. Напомню, ограничение на ввоз продуктов России из Абхазии ввели 2 апреля из-за распространения на территории Республики коричнево-мраморного клопа. Как отметили в Минсельхозе, абхазская сторона сработала оперативно. Там организовали ручной сбор, химическую обработку. В результате собрали 10,5 миллионов особи-вредителей. Дальше его распространения быть не должно. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что введение новых механизмов в субсидирование ипотечных кредитов помогло на 85% увеличить общее количество займов за первые два месяца. За первые два месяца выдано 180,7 тысяч кредитов на сумму 347,3 миллиарда рублей. Это на 85% в количественном и на 98% в денежном выражении выше показателей аналогичного периода прошлого года. И напоследок. Пирамиды МММ больше нет. Теперь уже точно. Представители администрации проекта официально заявили, что после смерти основателя Сергея Мавроди продолжать деятельность нет никакого смысла по идейным соображениям. МММ, напомню, действовал во многих странах мира. Ущерб лишь только россиян оценивают в миллиард рублей. А на этом у меня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok